Как уже говорилось в одном из наших видео, заключение договора аренды требует внимательности и юридической грамотности. Что в нем должно быть? Условия, по которым у подписантов достигнута договоренность, преамбула, а также адрес, реквизиты и подписи участников. Три условия договора аренды ранжируются по своей важности в следующем порядке. Первое – это существенные условия, второе – это обычные и третье – это случайные. Существенными считаются такие условия по предмету соглашения, которые существенно необходимы по закону для подобных документов и по которым подписанты должны достичь соглашения. А именно это условия об арендуемом объекте. Должна быть указана полная информация для однозначного установления арендуемого имущества и подтверждения сохранения им естественных свойств при эксплуатации. Если арендуется оборудование, требуется техпаспорт на оборудование, участок земли, его кадастровый план, здание, его поэтажный план. Также по закону арендоваться могут только сохраняющие свои естественные свойства вещи и подлежащие возврату. Не подлежат передачи в пользование изобретений, информация служебного или коммерческого характера, логотипы и так далее. Здесь работает лицензионное соглашение. Вторым существенным условием является предмет арендного договора – движимое или недвижимое имущество. Аренда недвижимости обладает своей спецификой, в частности, необходимостью госрегистрации. Не арендуется недвижимость, которая предназначена для проживания. Наим жилья регулируется другими правовыми актами и документами. На сегодня не арендуются вводные объекты, кроме являющихся обособленными и могущими переходить от субъекта к субъекту на законных основаниях. Законные ограничения могут накладываться и на другие объекты. Не разрешается заключать арендные договоры на общественные железные дороги, оружие, ядерные электростанции и т.п. Важно! Если по указанному выше условию не удалось достичь соглашения, договор считается недействительным. К дополнительным относятся такие условия по предмету договора, которые предусматриваются нормативными актами и начинают действовать с момента заключения соглашения и не требуют урегулирования сторон подписантов. А именно, стоимость арендная плата, как и когда вносится, указывается либо непосредственно в соглашении, либо в дополнении. График платежей. При отсутствии данных условий они считаются аналогичным условием, обычно заключаемым по такому имуществу при подобных сделках. Бывает либо определенным, либо неопределенным срок заключения договора аренды. При отсутствии подобного срока срок считается неопределенным. Кстати, на некоторые виды имущества законом оговорены фиксированные предельные временные рамки аренды. Так прокат не может быть больше года, а временные рамки лесной аренды не менее года и не больше 99 лет. Если в соглашении устанавливается превышающий оговоренный законом срок, то он все равно считается равным оговоренным законом временным рамком. Цель подобных ограничений – предотвратить отчуждение арендуемого, дать возможность подписантам изменить условия сделки, условия использования и обязанностей и права подписантов. Так, арендатор обладает преимущественным правом на пролонгацию соглашения при условии выполнения его условий и предварительного письменного уведомления арендодателя о желании продлить соглашение. В противном случае арендодатель на законом оснований может заключить новое соглашение с другим лицом на новых условиях. По окончанию соглашения лицо арендующее обязано вернуть имущество в том состоянии, в котором оно было им получено, с учетом предполагаемого износа или в состоянии определенном соглашении. Если лицо арендующее произвело какие-либо отторжимые улучшения арендуемой вещи, то эти улучшения – его собственность, если иное не предполагается данным соглашения. Также в соглашении может быть указан факт перехода в собственность арендуемого имущества по или до завершения аренды в случае внесения арендующим выкупной стоимость. Это условие может быть зафиксировано до соглашения. Продукция и доход, получаемый по факту использования данного имущества – собственность арендующего лица. К случайным относятся такие условия по предмету соглашения, которые могут быть внесены только по усмотрению подписантов. Такие условия, как дополняют обычные, так и изменяют их. Отсутствие, как и наличие случайных условий в договоре, не оказывает влияния на сам договор. Как и любой важный документ, договор аренды требует ответственного отношения. Чтобы вся процедура от начала до конца не доставила вам хлопот, следует очень внимательно подходить ко всем этапам. Лучше всего, если в этом вам будут помогать специалисты. Обратившись в компанию «Роско», которая предоставляет широкий спектр услуг, а именно юридические, аккредитационные, бухгалтерские, регистрационные, вы можете быть уверены, что составленный при нашем профессиональном участии договор будет соответствовать всем необходимым требованиям и гарантированно убережет вас от любых неожиданностей. Редактор субтитров А.Семкин